Комиссия по сохранению историко-культурного наследия по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области провели выездное заседание в музее-заповеднике Абрамцево. Первым на повестке был вопрос, связанный с реставрацией и реконструкцией культурного поселка. Была разработана проектная документация и в 2018 году был разыгран конкурс на осуществление реконструкции, реставрации, воссоздание и вовлечение в музейный оборот музейно-выставочного комплекса. Вот под таким названием сегодня фигурирует территория культурного поселка. Должны были появиться киноконцертный зал на 200 мест кафе, реконструироваться столярная мастерская, водонасосная башня, дом Зеленкова. У музея-заповедника должны были появиться дополнительные хранилища фондов, выставочные залы, однако сроки стройки переносились. А в 2020 году и вовсе реконструкция и реставрация остановилась. Объект передали публично-правовой компании «Единый заказчик», который от имени государства контролирует строительство объектов, финансируемых из федерального бюджета. Мы провели дополнительное обследование того, что было сделано уже в этом году. Ну и поняли, что лучше с предыдущим подрядчиком расстаться, потому что он здесь натворил много чего такого, которое в любой стройке недопустимо. В первую очередь по качеству производенных работ. Предыдущим проектом был очень плохо отработан процесс инженерного обеспечения объекта. Я имею в виду инженерная коммуникация для объекта. Мы внутри строим, а где он воду будет брать, куда сбрасывать отработанную канализацию, этот вопрос был проработан плохо. Здесь на помощь единому заказчику и музею-заповеднику Абрамцева пришли местные власти и депутат Госдумы Сергей Пахомов. Рабочая встреча с руководителем водоканала позволила оперативно найти оптимальное решение вопроса канализования. Теперь дело за выделением федеральных средств на эти работы. Мы провели большую встречу с водоканалом здесь на месте. И все какие-то нюансы технические мы доурегулируем. В любой момент, как только Елена Константиновна даст сигнал, нужно привезти сюда водоканал, он будет привезен. Мы здесь с водоканалом исходили, проходили. И мы приняли генеральное решение с руководством округа. Все вопросы помочь решить. Еще один вопрос касался присоединения к территории музея-заповедника Абрамцева земельного участка. Его еще можно назвать «Долина отрока Варфоломея». Чтобы те ландшафты, которые вдохновляли тех людей искусства, которые здесь бывают, чтобы они, эти ландшафты, сейчас приносили тоже вдохновение и были в хорошем состоянии, чтобы они сохранились. Здесь тоже заместители главы округа Михаила Токарева, отвечающие за земельные вопросы, сообщили о всесторонней помощи. Представители общественной палаты Московской области отметили стратегическое понимание задач по сохранению культурного наследия страны руководством округа. Вот замечательный музей. Я не буду просто шифровать пустоту и повторять то, что уже было сказано. Я очень надеюсь, что мы в тех, так сказать, рамках временных, которые сегодня мы для себя определили, мы все это сделаем. Но, так сказать, общественная палата, она есть, она никуда не денется. Поэтому, в общем, я надеюсь, что мы не дадим этому процессу сильно затормозиться. Говорили и об инициативе пустить до Сергиева Посада электричку имени Савва Ивановича Мамонтова и развитии туризма в Подмосковье. Сегодня было очень много сделано полезных для культуры, для сохранения культуры вот таких вот позиций. Оксана Мирошникова, Илья Халяпин, программа «События».